Так что, как бы там ни было, жизнь наша продолжается, поэтому давайте начинать работать. Все равно красиво, конечно, красиво. Надо уметь радоваться малому. Когда у нас довелось нам жить в эпоху вот этих вот перемен, да, одного, другого, третьего, того, чего нам не нравится, ну что теперь делать? Мы не в силах изменить какие-то вещи, это нам не подвластно. Но мы в силах изменить отношение к миру и к жизни. Если будем думать только о плохом, то и жизнь нам не понравится ваша, и заболеем, и плохо все вокруг будет, и станет еще только хуже. А если будем думать и хорошим, о наших платьишках, о точном крое, хороших выкройках, и о том, что все-таки солнышко светит, снег летит, дождь идет, теплая погода, и скоро весна, и скоро лето, и пусть будет все у всех хорошо. Итак, мои хорошие, я начинаю. Мы добрались с вами до такой темы, которая называется рубашечный рукав. Рубашечный рукав отличается от вточного рукава прежде всего тем, что... Давайте вот сейчас классифицируем вточной рукав и рубашечный рукав. Когда вы представляете себе вточной рукав, представляете себе мужской пиджак. Видите, как плечевой пояс оформлен, как лежит рукав сам. У него нет... у него такой четкий плечевой пояс, вот такой, да? И у рукавчика нет ни одного заломчика. Вот у меня вточной рукав, да? Видите, как он идет? Он идет вот здесь гладко. То есть его не крутит, нет вот никакого залома здесь. Он идет гладко и красиво. Видите, как? Вот это у нас точной рукав. Рубашечный рукав. Может быть на спущенном плече, а может быть на естественном плече. Такое тоже бывает. Так вот, какой бы он ни был, он имеет зачастую вот такой вот залом. Вот такое напряжение. Крутит, говорят, рукавчик. Вот здесь идут заломчики. И этим это одно из... один из тех факторов, которые... Различие вот этих вот рукавов друг от друга. И вы визуально, когда смотрите на какую-то картинку, сразу смотрите. Есть залом, нет залома. Если есть залом, значит рукав, скорее всего, построен как рубашечный. Построение его отличается от рукава вточного. А нет залома, значит рукав построен как вточной. Значит, смотрите. Когда заломов нет, нам нравится. Это красиво. Но когда залом есть, нам не нравится. Это вроде бы некрасиво. Но на каждый плюс есть свой минус. И на каждый минус есть свой плюс. Так же, как и в жизни все неоднозначно, так и у нас с вами в нашей работе тоже неоднозначно. Мы продолжаем сравнение рубашечного и вточного рукава, чтобы вы научились их различать. То есть плюс вточного рукава в том, что он красивый. И минус рубашечного рукава в том, что он некрасивый. Некрасиво лежит, у него есть определенный залом. Красиво он начинает лежать, когда вы руку ставите на пояс, и вот этот заломчик у вас исправляется. Вот этого заломчика косого, он у вас не поправляется. Его нет. Наконец-то попала. Здравствуй, Оленька. Вот, это первое. Второе. Если мы привыкли работать с вами до сих пор с рукавом вточным, вы знаете, что по окату вточного рукавчика всегда есть посадка. То есть он никогда не выкраивается одинаковой длины с проймой. Одинаковой длины с проймой. То есть обязательно мы этот рукавчик припосаживаем, чтобы у него была вот такая красивая симпатичная головка. Эту головку мы часто, вот как я сейчас, на какое-то плечико укладываем. Видите, вот шовчик у меня, а вот плечико выдвинуто на сантиметрик, на полтора. Выдвигается плечевая накладочка для того, чтобы окат рукава у меня поддерживался вот этим вот плечиком, чтобы линия перехода была вот такой вот четкой, чтобы покатые плечи сглаживали, чтобы лишний объем у нас уходил, вот это. То есть, а у рукава рубашечного, наоборот, никакой посадки нет. То есть мы его будем строить строго по пройме. Мы будем пройму рисовать, какую нам надо, потом будем ее измерять, и уже по длине проймы будем строить окат рукава. Вот это второе отличие. То есть, какой идет у вточного рукава минус. Его нужно всегда посаживать. То есть, с посадкой работать это тоже особое умение для новичков, это бывает очень трудно. А у рубашечного рукава никакой посадки не будет. И стало быть, его вметать и вточать, соответственно, в пройму гораздо легче. Вот это уже плюс для рубашечного рукава. Так, этот вопрос сняли. Итак, продолжаем сравнительную характеристику вточного рукавчика и рубашечного рукавчика. Еще разочек. Первое. Это красивый вточной, не очень красивый рубашечный. Удобно вметывать рубашечный и неудобно вметывать вточной. И третье, главное отличие вот этого рукавчика, это широкая, большая ширина рукава получается. Если вточной рукавчик у нас прибавки идут максимум 6 сантиметров, если это пальто, это может быть 7-8 сантиметров для полной руки, да, прибавки к обхвату плеча, то у рубашечного рукава это и 10, и 12, и 15, и 20, и 23, и 25 может быть прибавка, и 30 сантиметров может быть прибавка к мерочке. И поэтому он комфортный и он удобный. Вот такие вот отличия идут. И чтобы вы такое вот представление имели, что такое рубашечный рукав, вспоминайте мужскую рубашку. Ярким примером такого рукавчика является, точнее, мужская рубашка. Вы видите, что у нее, как правило, немножко удлиненное бывает плечо, бывает неудлиненное, бывает удлиненное. Она очень удобная, повышенная комфортностью этой рубашки, но и наличие вот этого залома. Вот такие сравнительные характеристики, я бы, так сказать, рассказала вам о них, вернее, показала вам вот такие характеристики рубашечного рукава и вточного рукавчика. Вот, так чему посвящены наши вот эти две недели. Первое. На первой недельке всего недели будет у нас две. Сейчас мы посмотрим, Леночка нам написала план работы, заботливая наша Лена. И где-то вот она сейчас нас не видит и переживает, что она нас не видит. А мы ведем во всю. Значит, две недели. Три варианта построения у нас будет рубашечного рукава. Первый вариант построения рубашечного рукава, то есть рубашечный рукав, это на самом деле то, что сегодня изготавливают в основном производители одежды. То есть они не заморачиваются вточным рукавчиком. Почему? Потому что он неудобный. Смотрите, он неудобный. И поэтому даже пуховики шьют с рубашечным рукавом, пальто шьют с рубашечным рукавом. Вся одежда, наши платья, наши жакеты, джемпера, какие-то блузки, сплошь и рядом идет рубашечный рукав. Потому что массовая промышленность его любит. Там не надо заморачиваться с посадкой рукава. И он удобный. Вот комфорт и удобство выходят на передний план. Ну и что, что там появляется за лом? Смотрите, рубашечный рукав возможно выполнять в нескольких вариантах. Первый вариант, самый похожий, самый распространенный, к которому вы привыкли, когда плечо немножко удлиняется. То есть вот это естественная головка плеча. А сейчас мы строим пройму таким образом, чтобы она была, плечо было подлиннее. И сам рукавчик пришивается вот сюда. Соответственно, строится рукав. Вот. Это одна версия рубашечного рукава. Вторая версия рубашечного рукава тоже широко применяется. Например, водолазки. Например, футболки. Когда они строятся на естественном плече, да, наши топики какие-то нательные, да. Когда они строятся на естественном плече, но мы их шьем из трикотажного полотна. И посадка в трикотаже у нас, как правило, не присутствует. То есть окат рукава делается гладкий. Припуски маленькие и окат рукава делается гладкий. И тогда мы переходим от рукава вточного, строим его на пройме, измеряем пройму и строим рукав рубашечный. Но плечо при этом не удлиненное. Когда мы шьем детскую одежду, мы тоже делаем не на удлиненном плече, но строим рубашечный рукав, чтобы был комфорт. Вот мы проходили, кто-то с нами проходил рубашки мужские, да, там ведь тоже рубашечный рукав. Там был яркий пример рубашечного рукава, потому что мы измеряли проймочку нашу, выбирали окат рукава и строили рукав рубашечный. То есть все это будет рубашечный рукав. Ну и какой-то у нас три варианта построения я вам предлагаю. Посмотрите, все это делаете. Тоже будет работать чат. По учебным материалам вы скидываете все работы в чат. По материалам со своей на второй неделе вы будете работать со своей базовой выкройкой. Вы делать будете или макет, или кто-то будет сразу шить какую-то рубашку или что-то еще. По рубашечному вот этому образцу вы это все уже посылаете на проверку мне. И отрабатывать буду я. Следующий эфир тоже так же вот через неделю. Через недельку мы встречаемся и смотрим, какие результаты вашей работы за эту неделю. Значит, первая неделя мы исследуем наши учебные материалы все вместе со мной. По привычке уже вам знакомой все это строится. Очень четко, очень ярко, очень красиво. Пожалуйста, пишите фломастером, особенно когда со своими работами начинаете. Пожалуйста, не пишите мелко ручкой, потому что разобрать ничего невозможно. Работайте по возможности четко, ясно и красиво. Старайтесь. У кого-то больше старания, у кого-то меньше. Но маркер взять в руки, фломастер и линеечку, я думаю, что это посильно каждому. То есть, пожалуйста, вот это все тоже учитывайте. И у нас в чате какой-то вопросик. Сейчас мы посмотрим. Если плечо немного спущено, в рубашечном рукаве залом уменьшается, вы узнаете ответ на этот вопрос в нашем курсе. Залом будет уменьшаться в том случае, если вы будете выбирать окат рукава меньше, чем, вернее, больше, чем, больше, больше окат рукава из возможных. Вот так надо ответить на вопрос. Ну и вот я перечислила четыре особенности, четыре отличия. Три отличия, вернее, рубашечного рукава от точного. А четвертое будет в том, что вы знаете, что если рукав у нас в точной, вот сейчас спасибо нам, Аня напомнила мне эту тему, что если рукав у нас был в точной, то мы рисовали пройму и измеряли ее вертикальный диаметр. Допустим, он получался у нас 22 сантиметра. Тогда мы отнимали два сантиметра или три и строили по этому окат рукава. То есть и разница была между окатом рукава и вертикальным диаметром проймы всего 2-3 сантиметра. А в рубашечном рукаве она будет не 2-3 сантиметра, она будет значительно больше. Она может быть 6-7 сантиметров и более. То есть вот такой может быть разница. И чем меньше будет вот эта разница, тем меньше будет залом. Не хотите, чтобы был залом в рубашечном рукаве, значит не делайте очень маленькой окат рукава. К примеру, окат рукава у мужской рубашки всего 5 сантиметров. Она вот такая вот, вот такой вот этот окат, рукавчик широкий, а головка поднимается всего на 5 сантиметров. Если вы головку будете поднимать не на 5, а на 15 сантиметров, значит залом будет меньше. Чем выше головка рубашечного рукава, тем меньше ваш залом и тем ваш рукавчик уже. Все эти вещи я вам проговариваю, но они все отражены в ваших учебных материалах. И именно этому вам предстоит научиться, чтобы вы, выбирая ту или иную форму своего рукавчика, понимали, что вы должны выбрать, когда будете строить этот самый рукавчик. Меньшее значение или большее значение. Потому что высота оката рукава начинается от 2 трети ВДП. То есть ВДП 21 сантиметр, делите на 3, получается 7, умножаете на 2, получается 14. Значит, высоту оката рукава рубашечного вы можете выбрать 14, 13, 12, 11, 8, 6, 5 сантиметров, 2, 3 и даже 1. Вот такой будет у вас выбор. И чем меньше вы будете выбирать головку, тем шире будет получаться рукав. Вот, пожалуй, и все, что я хотела сегодня вам рассказать. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, пишите сюда вопросы. У нас еще есть 4 минуты, и я вам на них с удовольствием отвечу. И те, кто не присутствовал на прямом эфире, потом смогут это все посмотреть в записи, конечно, уже по отдельности. И эфир по моделированию, и эфир по рубашечному рукавчику. А всем нам я желаю плодотворной учебы, работы, чтобы ваши труды приносили вам удовольствие, радость, чтобы у вас все получалось. А мы с Катенькой и с Леной будем изо всех сил вам помогать. Хорошо? Всем всего доброго. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Встречаемся, как обычно, в следующую пятницу. До свидания. Продолжение следует...